Дамы и господа, рад приветствовать вас. И вот, отмотав 55 километров после Валмира, мы доехали до городишка Эргеме, в котором находится разваленный замок Эргеме, он же Эрмес. А прямо напротив замка имеются две стоянки и какие-то заброшенные хозяйственные постройки, в которые при желании можно заглянуть. В древности здесь, на берегу реки Реконда, жили эсты. Название их старого городища Эргеме переводится с эстонского как «бычья голова». Итак, поднимемся в небо. Замок находится практически на границе Латвии и Эстонии. Впервые Эрмес упоминается в записях в 1323 году, где Ливонский орден по указу магистра Герхада фон Йоке принял решение возвести укрепление на берегу речушки Реконды. Не позже 1422 года основные строительные и отделочные работы были завершены, поскольку в документах на этот год оно упоминается уже как готовая боевая единица. Ливонский орден использовал Эргемский замок как укрепленный оплот своего присутствия в этих диких местах. Эргемский замок являлся орденским замком округа магистра и вспомогательным замком Цесиской контурии. И вот Ливонская война. В августе 1560 года неподалеку отсюда, между Валгской церквью и Лугарским замком, состоялось знаменитое Эргемское сражение войск Ливонского ордера с армией Ивана Грозного под командованием Андрея Курбского. Немецкие рыцари попали в ловушку, были окружены и разбиты. Это фактически означало конец существования Ливонского ордена. В 1562 году Эргемы заняли поляки и сдали его в аренду финскому герцогу. 1575 год замок взял датский герцог Магнус, союзник русского царя. В итоге поляки вновь завоевали замок, где оставались до начала очередной войны. И снова война, на этот раз польско-шведская. И замок переходит в руки Швеции. В 1625 году шведский король Густав II отдал Эргемы в аренду генерал-майору Делабарру, роду которого Эргемы официально принадлежало до 1795 года. Через некоторое время поляки вновь отбили замок у шведов. Но в 1670 году случился сильный пожар. Что происходило с замком после пожара, достоверно неизвестно. В стокгольмском военном архиве сохранился план крепости от 17 века, по которому можно судить о том, какой была крепость. Подробности в описании под видео. Как видим, в данный момент идут реставрационные работы. Будем надеяться, что это остановит дальнейшее разрушение замка. Покидаем это древнее сооружение. Но неподалеку от замка сохранились руины Величественного собора, куда мы и направимся. Но об этом в нашем следующем репортаже. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok